Недавно волонтёры объединения своим ездили в Луганск и Херсонское направление, отвозили гуманитарную помощь, а также машину-буханку с противодронной системой, которая была необходима бойцам для перевозки раненых. Добровольцы уже снова готовятся отправиться в путь на пять направлений, в том числе планируют посетить прифронтовые госпитали Херсонского и Запорожского направления. Там бойцы остро нуждаются в медикаментах, одежде, средствах гигиены. В будущем объединение планируют отшивать для раненых пижамы, трусы, майки и футболки. Если есть желающие швей, которые шьют на дому, но обязательным условием нужен оверлок. К сожалению, на обычной машинке не все манипуляции с изделиями можно делать, тем более здесь придётся работать с трикотажем. Поэтому, если у вас есть оверлок и вы можете найти время пошить, то несложные изделия, трусы, майки, футболки. И в том числе пижамы для госпиталей мы можем вам выдавать уже в раскроенном виде. Сейчас мастерицы работают по запросу от бойцов. Отшивают ветра и водонепроницаемые жилеты, тёплые толстовки. Отряды стоят на берегу моря, откуда дуют пронизывающие холодные ветра, поэтому ребят нужно утеплять. Швей приступили к изготовлению носилок, волокушки и подсумков. Эвакуационные стропы усовершенствовали. Отшили для них чехол, из которого можно быстро и легко вытянуть стропу. В швейной мастерской помогают не только постоянные волонтёры, но и школьники. Для них работа всегда находится. Объединение планирует набирать группы для детей, для мастер-классов. Изготовление сухого душа, изготовление эвакуационных строп, что детям под силу и легко, и даже взрослым и родителям будет это интересно посмотреть, поучаствовать. Мы планируем начать в летние каникулы. Возможно, пришкольный лагерь может к нам обратиться, муниципальная организация, где занимаются дети, может быть, какие-то летние лагеря. Можно будет обращаться небольшими группами, мы будем приглашать к нам ребят. Объединение своим уже готовится к летнему сезону. Заготавливают выкройки для маск-халатов из тонкой дышащей ткани. Желающих приглашают помочь с пошивом. Сейчас в зоне боевых действий налажено стабильное снабжение продуктами и предметами первой необходимости. Если вы хотите внести свой вклад и чем-то помочь военнослужащим, обращайтесь в объединение. Если есть желание помочь, проще позвонить, связаться со мной, задать вопрос. Мы скажем, в чём необходимость, нужда, например, на данный момент. И вы просто можете выбрать ту или иную позицию и закупить, например, вашим коллективом. Творческое объединение своим находится по адресу улица Пушкина, 24А. Телефон плюс семь девятьсот пятьдесят два четыреста семьдесят пять девяносто пять семьдесят. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.